Добрый день всем! Добрый день всем, дорогие! Присаживайтесь, прекрасно всех видеть, просто побыть вместе. Побыть вместе. Ища его лицо. Вы знаете, в определенном сезоне моей жизни Бог мне задал вопрос. Я еще был тогда довольно таким молодым христианином. И вы знаете, я тогда еще объелся харизматической белины. Знаете, что такое харизматическая белина? Это преследовать что-то вместо Бога. И я помню, я обрелся этой харизматической белины, и там нас учили быть преследователем лидерства, позицию, микрофон, сцену. Как кто угодно, ты должен стать кем-то. И вы знаете, я страдал в молодости христианской, страдал от неполноценности, потому что со сцены кричали, ты должен стать кем-то. А я всю жизнь никто. Я всю жизнь сражался, чтобы быть кем-то. И я помню, мы там локтями друг друга распихивали, чтобы меня сегодня услышали, и молитву мою услышали, аллилуйя. Чтобы я к микрофону, у нас у всех цель была. Знаете, вот этих сирот харизматических сирот, прорваться к микрофону. И что-нибудь сказать, плевать что, лишь бы тебя было слышно и видно. Кто-то помнит эти времена великие? Мы школы проходили не потому, что мы Бога хотели знать, а потому, что школа давала тебе статус, аллилуйя. Мы группы домашние открывали не потому, что я хотел служить людям, а потому, что группу домашнюю ты должен открыть. Какой ты лидер без домашней группы, аллилуйя. Кто-то помнит времена? И я помню, так страдал от неполноценности вот этой. Думаю, Господи, ну когда же я себя найду? И он говорит, когда ты перестанешь все вот это преследовать. И вы знаете, в один прекрасный момент Бог мне открыл уникальнейшую мысль. Сегодня я так свою мысль, тему и назвал. Он моя цель и моя награда. Семья, я хочу вас всех успокоить. Ты должен просто выдохнуть. Тебе ничего не надо достигать. Все, что мне нужно, это он. Семья, если ты утром проснулся и ты вошел в его присутствие, цель достигнута. Все. Тебе больше ничего не надо достигать. Семья, поймите, сироты всю жизнь сражаются за позицию. Сыновья двигаются из уже позиции, которая им в Боге дана. Вас дайте ему славу, семья. Я хочу вас сегодня, дети Бога, я хочу вас всех успокоить. Забудьте за все. Наоборот, как только я понял вкус моего Иисуса и понял, что Он моя цель и награда, и что именно сцена и микрофон и весь этот тралала мешает мне быть с Ним, в тот момент я и перехотел это делать. И в тот момент, когда я перехотел вот это делать, Бог сказал, теперь я хочу, чтобы ты это делал. Я думаю, на тебя. Всю жизнь хотел, не давали. Как только уже не хочу, и мне уже плевать на сцены, микрофоны, позиции, влияние. Бог говорит, а теперь я хочу, чтобы ты это делал. Семья, у нас должны поменяться ценности. Кто-то слышит меня? Ценности. Я хочу задать тебе вопрос. Что ты преследуешь и почему ты себя чувствуешь неполноценным? Неполноценным дети себя чувствуют только тогда, когда они что-то не достигли. Кто нам в голову вбил ценности, которые мы сейчас достигаем? Тишина такая, мне нравится тишина. Потому что ты, наверное, там где-то в сером веществе сейчас какая-то мысля начинает ковыряться там. Кто нам вбил ценности? И мне Бог сказал, сынок, кто тебе все это вбил в твою голову? Я сижу, говорю, ну мне в библейской школе учителя так научили. Надо вот это. А Бог говорит, а я тебя это не просил. Я говорю, Бог, а у меня даже времени нет у тебя спросить. Мне просто сказали, и все, и я бегу. Он говорит, сынок, что нужно? Семья, у меня просто вопрос. На каком повороте христианства из нашего автобуса вылетел Иисус? Вот и мы с вами без Иисуса полетели куда-то навстречу. Семья, у невесты жених есть цель. Стоп. У невесты жених цель. И когда мне Бог сказал, сынок, все, что тебе нужно, прямо перед тобой находится. Ты просто должен этому посвятиться. Это значит, что убери все видимые прибамбасы и начинай искать невидимого Бога. Начинай инвестировать в свою жизнь. И Библия говорит, как только ты начнешь инвестировать в Бога, который тайно, Он почему-то начинает воздавать явно. Он почему-то начинает что-то делать, что ты даже не хочешь, но ты автоматически туда начинаешь входить, в это наследие. Семья, я хочу, чтобы мы сегодня раз и навсегда, чтобы вот эта конференция, особенно вот это служение, освободила тебя от преследования какой-то цели, которую нам вбили в голову. Большинству и вам не надо быть лидерами вообще, а некоторых из вас, я умоляю, не надо. Окей? Не надо. Нам уже хватит в теле Христа, достаточно. Тут с этими бы разобраться, аллилуйя. Еще одного в пачку. Семья. Как ни странно звучит, но моей целью не является проповедь, евангелизация или даже работа для царства. Это странно звучит, семья. Даже не является спасение душ. Семья, я еще раз говорю, я хочу, чтобы ты святую корову сейчас убил. О, Господи, ты святую корову убил. Как? Твоей целью не является спасение душ? Да. Моей целью является Он. Спасение душ – это последствия взаимоотношений. Это не цель. Последствия. Другими словами, за Богом хотят идти, когда видят Сына, который влюблен в Бога, и Бога, который имеет взаимоотношения с Ним. Кто вообще сделал целью совать Христа в горло на перекрестке неверующего? Жри, жри Христа, а то умрешь. А Он сейчас уже умирает. Кто и где поставил работу для царства выше взаимоотношений с царем? Где? Что произошло? А знаете почему? Потому что, когда на сцены и на позиции лидером выскочили сироты, наемники и рабы, они сделали работу главной целью. Почему? Потому что там они могут перванствовать. Там они могут вышивать себе позиции. Но как только сыновья говорят, да никакие позиции не нужны, нужны взаимоотношения и любовь, первая заповедь, какая самая... Помните, что Иисус сказал? Какая самая важная, самая первая, самая большая заповедь? Алло, ку-ку, ничего нет выше. Мы так красиво трактуем Библию, а кто по ней живет? Дай, возлюбие Господа Бога, микрофон дай. Дай микрофон. Успокойся. Семья, если Бог хочет, чтобы у тебя был микрофон, я вам честно говорю, послушайте мой пример, мое свидетельство. Микрофон за тобой гоняться будет. Ты будешь от него всю жизнь убегать, а микрофон будет за тобой лететь. Говорит, Господи, спаси, Господи, дай отдохнуть. Ты слышишь, мое? И все, что ты будешь делать, будет вытекать из избытка, а не из того, чтобы что-то занять, заработать и достичь. Семья, я здесь стою, говоря с вами, из избытка взаимоотношений, и мне ничего, ни от вас, ни от кого, не нужно. Все, что мне нужно, это дать тебе правильный фундамент, фундамент сына. И поэтому, когда все вот эти сироты, которые повыбивали вот эти, знаете, вот эти имена, площадки, позиции, они любят красивые костюмы, они любят шарики, фонарики, они любят всякие движухи, передвижухи, они любят сцены, красоту, LED-экраны, аллилуйя, а Бога забыли где? Алло, что за тишина какая-то странная, дай, как говорится. Наверное, куда-то, какую-то святую крову убиваю сейчас. Потому что ты, наверное, борешься, Господи, дай мне LED-панель. Господи, забери у меня все, дай мне только Иисуса. Я хочу Иисуса. Я честно хочу только Иисуса. Мне плевать на все. Мне неинтересно ничего. Я наелся всего, объелся за 20 лет всего. Видел все, слышал все. Мне больше ничего неинтересно. Я хочу Христа. Я хочу Иисуса. Мне его мало. Душевное христианство уже давно Иисуса поняло, и уже он им стал неинтересен. Вот поэтому они лезут в грибы, эзотерику, общение с мертвыми и так далее, всякая чушь. Поэтому они лезут куда-то. Почему? Потому что, когда ты в реальности, в реальности ныряешь в Бога, ты не можешь Его съесть, привыкнуть. Вы заметили, что человек привыкает ко всему? Ко всему. Вы заметили такой фактор? Но человек никогда не может привыкнуть к славе Бога. Стоп. Сколько лет ты христианин? И всякий раз, когда сходит Его присутствие и слава, ты никогда не можешь к ней привыкнуть. Она всегда свежая, она всегда новая. Семья, поймите. Я понял одно. Если 24 старейшины застряли уже веками на одном куплете. Можете представить? Слушай, вот представь, ты вот думаешь, иногда вот тут песня какая-то звучит, и ты такой, о боже, и ты влип, короче. На полчаса тебя развезло. Макияж потек там у девчат, у мужчин там сопли бульбами выдувают. И ты такой, прикинь, как попали 24 старейшины. Они не могут спеть второй куплет. Они только хотят спеть второй, и их накрывают, и они опять поют первый. И свят, свят Господь. И вся земля полна славы Его. Или у Бога заела пластинка, или церковь что-то недопоняла. Ты слышишь меня? А у нас сборниками, а у нас песни томами. А я говорю, дай мне одну фразу из тронного зала, и дай мне на ней залипнуть всю мою жизнь. Да мне неинтересно. И мы с вами тут дуемся и мучаемся. А все, что тебе нужно, чтобы на этот один аккорд дыхнуло царство. И мы все с вами тут в соплях просто утонем, и будем в славе, и нам плевать будет, кто не ту ноту взял, а кто что-то не то спел. Потому что тебя накрывает атмосфера царства. Семья вот, что я преследую. Мне неинтересно, а у кого гитары подороже. А у кого, о, у вас Олесис, у я. Какая разница. Я всегда прихожу, я говорю, тут тронный зал есть? Тут вообще знаком кто-то с тронным залом? С тронным залом царя. Тут кто-то дышит Богом, и мы друг перед другом тут щеголяем. А я сделаю так. А я вот так сделаю. Семья, давайте вырастим, уйдем из сиротства. Начнем преследовать царя. По-настоящему, ни в болтовне, ни религиозно. Именно просыпаясь, папа, я хочу тебя, всю славу отдаю тебе. Все, что будет происходить сейчас, это будет просто переистекать, вытекать из моих взаимоотношений с тобой. Вот где церковь, некоторые говорят, пастор сгорел. Пастор сгорел, потому что он никогда, как вам сказать, он никогда не двигался из славы. Он всегда двигался из себя и сушил себя, сдернул последнюю капельку и сдох. Почему? Потому что служителя должны понять, что ты должен, пропитавшись славой, напомнившись славой, только когда из тебя вытекает, ты имеешь право этим делиться. Семья, вы никогда не сгорите, когда все, что вы даете, это издержки того, чем вы питаетесь. Это излишек. Если вы поняли, что я сейчас говорю, команда поклонения, вы никогда не сгорите. Если ваше поклонение, это всего лишь избыток вашего хождения с Иисусом. Семья, поймите, о чем я все говорю. Сейчас не время идти в что-то ультрановое, время вернуться на путь Христа, время вернуться в атмосферу. Бога достаточно. Мы его еще, мы даже одного процента не поняли. Если 24 старца залипли на одном куплете всю вечность и не могут выйти из славы и атмосферы, полагают свои венцы и поклоняются. Семья, что-то я недопонимаю. Мы двигаемся в что-то ультрановое. Почему? Потому что, знаете, почему мы меняем песни? Потому что это всегда из души, а не из духа. Из духа вещи никогда не выходят из моды. Если вы поняли, что я сейчас сказал. Духовные вещи никогда из моды не выходят. Из моды выходит творение рук и души человека. Вы что-то берете для себя? Мне хорошо, а мне очень хорошо. Потому что я ничего не достигаю. Я ничего не преследую. Я уже давным-давно достиг и мечтаю только о нем. И все, что я езжу, двигаюсь, проповедую в церкви, где-то на конференциях, это всего лишь избыток моих взаимоотношений с Богом. И все. Я никогда не напрягаюсь, я никогда не сгораю. Пастор, о чем ты будешь говорить? Я говорю, на сцену выйду, там мы посмотрим. Я не знаю. Я не знаю. А кто-то там сгорает. О, Господи, какая проповедь. Какая разница? Умри. Умри. Пусть уже сыграют похороны, похоронят тебя. И все, и начни двигаться из смерти своей. Истощись, истощись, закончись, умри. Ты бедный. И еще одну капельку. И еще, Господи. Подожди. Успокойся. Вспомните Иисуса, когда Он ходил по земле. Если бы целью Иисуса была работа для Царства, потому что некоторые люди думают, что Иисус работал для Царства. Стоп, стоп, стоп. Давайте посмотрим на действия Иисуса. Он не работал на Царство. Если бы Он работал только для Царства, если бы Он работал только для Царства, то Он бы спасал всех, исцелял всех, касался всех, Он бы везде все делал. Но почему Он проходил толпы, не исцелял, в Бефезде исцелило только одного, только там одного слепого, только там, только... Почему Иисус так медленно и не очень, очень, как бы сказать, очень лениво продвигал Царство, потому что Царство не было целью. Целью было. И тут Он дальше молится. Иоанна 17 глава, сейчас прочитаем. Целью Его было открыть Отца детям. Семья, посмотрите, послушайте еще раз. Он хотел, чтобы ученики видели Его взаимоотношения и вошли в эти взаимоотношения. Работа Царства, еще раз говорю, это последствия, это то, что за тобой следует. Это то, что не нужно делать. Оно автоматически идет за теми, кто преследует Царя и Царства. Целью Иисуса было явить Отца детям. И перед своей смертью Иисус сказал такие слова. Смотрите, Иисус здесь сказал от Иоанна 17, 6. Я открыл тебя тем людям, которых ты дал мне от мира. Они были твои, но ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Цель Иисуса была открыть сердце Отца, любовь Отца. Все притчи, это чтобы показать Отца, показать Его любовь, показать, как работает все. Взаимоотношения. Семья, поймите, еще раз и еще раз. Больше с этого момента я прошу вас, не ставьте никакую работу, никакие спевки, песни, проповеди, домашние группы выше преследования сердца Отца. Я умоляю вас, ваша цель с этого дня и до конца вашей жизни должна быть с утра. Я сразу достигаю моей цели. Большинство христиан как? Они годы живут вне полноценной жизнью, потому что они не достигли то, что они сами себе придумали. Вы заметили этот момент? Кто-то придумал себе стать богатым неплохо, но Бог ли тебя туда ведет? Или ты на очередном христианском семинаре бизнесменов обывал? Где в твою голову что-то всунули, а оно вообще не твое. Ты 10 баксов не можешь сохранить, не то, что там бизнесменом стать. Бизнесмен ты мой. И почему-то на семинарах бизнесменов одни банкроты. Вы заметили это? Я туда не буду идти, сейчас что-то коснусь не то. Я один раз попал на такой бизнес-семинар и спрашиваю, а сколько у тебя денег? Он говорит, у меня минус миллион. Я говорю, но вы даете. Вам похоже бежать отсюда надо. даст такая политика думаем и когда мне отец сказал он говорит когда ты достиг своей возлюбленной можете себе представить бог в своей мудрости сделал все очень просто все настолько просто что понять это может только тот кто возлюбил если нет любви христианство понять практически невозможно потому что если нет любви и церковь или динаминация не двигается из любви и любовью это всего лишь будет адская работа и я помню я ждешь вырос у пятидесятников вы знаете я помню там ты никогда ничего не достоин ты прах и пепел ты вообще молчи никакие руки не поднимал руки поднимают святые ты кто я помню руку поднял как ляпнули мне по руке думал боже мой чё было уритыча самый святой в зале я такой я даже не знал что такое бывает я думал написано в библии поднимайте руки святые со словосу ты же святой этому и я понял одно что когда я попадаю в церковь и сына меня превращают в какого-то наемника раба и сироту и меня учат работать достигать вопиять искать и никогда не находить а если нашел ты неправильно нашел продолжай искать больше вы заметили я нашел обман не нашел все все тут а не вдумай ищи и круто я нашел не нашел неправильно нашел ищи смотри на наших братьев вещь как они вводят становись вряд ли бой интересное христианство и когда мне у некоторых картины про мелькнули в голове да прям живые картины лично ли личного характера когда мне бог сказал сыночек когда ты приходишь в мою семью ты уже достиг туда слышали когда ты попадаешь в семью бога ты уже достиг а что мне теперь нужно делать глубже в сердце папой а что будет а тебе не надо думать потому что вот там и начинается соперничество что будет бог раздает каждому как ему угодно и я наоборот говорю если тебе бог ничего не сказал делать радуйся о господи когда мое призвание на станете говорю молчи ну ты даже не знаешь о чем ты говоришь сейчас выстрелишь в одну скажешь господи отдохнуть хочу а уже не отдохнешь всего попал игру мне сейчас отдохнуть дудки 2 отдохнешь ты пенсии таким как я не видать тебя всегда будут за тобой гоняться это кто-то слушать что-то хотеть чтобы ты приехал помолился за кого-то где-то проповедовал не видать тебе вот призвать я говорю тебе бог не дает призвание радуйся закатись под стул и благодари бога что тебе ничего бог не дал знаете как я понял что дети реагируют по-другому чем сиропы у меня трое детей я помню знаете мы даем им задание вот у нашей в церкви мы все-таки господи господи кто из сыновей вот так сидит и говорит папа папа меня на посуду меня блин на посуду о доходит аллилуйя я думал не пробью доходе вот у тебя трое четверо детей ты такой из двери выходишь и все четверо вылетают я я я терять полы я я жвачки отцарапывать от паласов на нормальный ребенок я помню знаете когда до меня это откровение дошло когда с меня дух сиропа полностью ушел когда мои шкеты вот эти трое я говорю так посуду сегодня моешь ты и дочка такая а все остальные такие и бог мне говорит ты видел как ведут себя дети они настолько уверены в любви отца и что они принадлежат отцу что работа не входит даже во взаимоотношения вообще кто-то понял о чем я говорю а я тогда знаете а мы я заметил у меня есть сестра у нее хорошая семья они там около 7 у него 7 детей и один из них приемный самое интересное единственный кто рвется мыть посуду это приемный ребенок он всегда знает что он не принадлежит этой семье и он всегда хочет выслужиться я смотрю и моя сестра татьяна говорит смотри вот я сейчас скажу кто хочет убрать на улице там у него куритом и она говорит кто хочет убрать на улице он первый подбегать не потому что он хочет а потому что в этом его идентичность вопрос церковь твоя идентичность в работе или твоя идентичность принадлежности так почему ты рвешься делать то что тебе бог даже не говорил тишина аллилуйя заходят наверно заходят аллилуйя господи вот я остановись сыновья вообще даже на передние ряды не рвутся это я господи где-нибудь там за одеялись аллилуйя потому что он уже имеет все что ему нужно иметь взаимоотношения и любовь с отцом я помню когда когда мои дети когда дочке сказали мыть посуду а другой сын и дочь сказали все спасибо папа и пошли опять играть в свой компьютер я понял одно что по моему сыновство отличается от сиротства сироты все в ряд все готовы бежать один другого перескакивать работать пахать и не понимают что в этом вообще не заключена не твоя идентичность вообще это даже не связано с взаимоотношениями с богом это просто отец попросил детей что-то сделать но все взаимоотношения основывается на любви папы с детьми семья и когда мне до меня вот это дошло поймите одно дело говорить когда до меня дошло дошло я сижу такой бог я же не сын до меня дошло я же не сын и потом был горит твой мотив почему ты хочешь чтобы пробуждение пришло в твой город я говорю чтобы все остальные пастора у них ёкнула честно бог меня к стене вот так поставил после вот этого вывода детей на посудомоечную и я закрылся в комнате и до меня начинает доходить это было много лет назад и я и я и мы тогда молимся и постимся ты знаешь что ты можешь сделать действия которые вообще бог не просил это чтобы поднять твое эго и чтобы сиротинушка стал на голову выше всех остальных сиротинушек аллилуйя а сыновьям плевать они смотрят на сироты ржут вообще это кем вот дают и пошите потому что бог бог работает вообще не это не работа это дух как вам сказать ты один сирота будет всю жизнь пробиваться а я просто выйду на камеру скажу что там бабах нация пока понимает что это вообще не работа это дух а бог доверяет только детям только детям я когда улетаю куда-то мы с женой улетаем мы доверяем все детям ключи у детей все у детей от дома все у детей все счета все деньги они знают где что детям мы соседям не можем это доверять они соседи и поэтому когда я понял что семья это совершенно не то что мы делаем я понимаю потому что харизматия ей нужно было пройти через это и я богу благодарен за харизматию честно она меня вырвала из болота религии но она меня немножко не те ценности дала в меня харизматия вложила какую-то погоню зачем-то что в отце совершенно не ценится в отце ценятся взаимоотношения в отце ценится любовь заметьте кого бог нашел он всегда говорит еще я человека я ищу человека искал я человека и нашел какого человека заметьте всегда в основании того кого бог избирает лежат взаимоотношения и сильнейшая любовь возьмите его давида некоторые декорат о бог его избрал да бог да его проща работала только потому что он любил бога у него во первых было не вот это убить гиганта все остальные шли на войну убить гиганта он шел на войну принести братьям сын ты слышишь меня он вообще нечаянно голиафа убил если бы сейчас поняли о чем я говорю детям вообще все по фонарю он просто пап что делать неси сыр хорошо несу сыр узнай как у мужиков дела хорошо сыр принес они жрут сыр и он смотрит кто-то матерится на том поле ребята кто это то он уже 40 дней нас достает и давит такой руки очень не понял чё это тварь тут надругаться над народом бога будь я его убью держите меня семеро лила и соус как ты не можешь ты неправильно одет ты маленький ты тинейджер ты подросток у тебя меча нет у тебя коня нет у тебя ничего нет семья богу вообще не нужны твои не кони не библейские школы не твои какие-то откровения не твои вообще вот эти изучения графического языка ему нужен влюбленный безума в бога который не может слушать как надругается нечисть над народом бога я его убью его пытаясь отговорить он горит его все его там и одели и а то и все ничего не кать короче отпустите меня отпустите бам-барабам все голиафа нет семья когда бог даже послать тебя будет у тебя нечаянно будет больше вытекать чем ты планировал и серьезно потому что ребенок у него функция уже есть ребенок моему сын мне от моего сына ничего не нужно я просто наслаждаюсь что у меня есть сын я наслаждаюсь что у меня есть наследник что он не просто мой сын он уже в возрасте где он мой друг кто-то понимает ничего я говорю сынок я говорю ты можешь достигать чтобы я просто наслаждаюсь нашими взаимоотношениями и он любит меня я люблю его у нас прекрасные взаимоотношения с сынули семья поймите и я понимаю что отцу надо я представляю себе мой сын каждый день бился в мою спальню и говорит папа что еще для царства твоего ой прикиньте папа открывает дверь и говорит что с тобой баран ты мой сын вообще он там спит я русин чё иди сюда сейчас сыновья ведут себя совершенно по-другому потому что идентичность другая это сироты под дверями лежат и воют что скажешь сделаю господи сыновья сидят в своей комнате папа сегодня не заметят меня потому что их идентичность вытекает из взаимоотношений и принадлежности а у сирот из работы и позиции так вот сейчас ответ себе на вопрос ты принадлежности или ты роешься к позиции рвешься к чтобы достигнуть что-то тишина аминь братья и сестры попал куда-то аллилуйя мне хорошо а тебе как папа сейчас будет зубы удалять с наркоза малявого и бах бах ты смотришь такой без зубы и улыбался и просмеялся всю проповедь мы не имеем права поставить работу для царства выше познания царя познание царя это и есть моя цель моя мечта зарыться в мой номер чтобы отключить все и просто кричать свят свят господь саваоф потому что входя в его атмосферу это моя пища это мое здоровье это мое насыщение это моя мудрость это мое откровение и горе тем которые до сих пор не поняли этого они будут перечитывать все ездить по всему не понимая что самая главная ценность всегда была перед твоим носом ты никогда не захотел просто туда инвестировать всегда прямо перед каждым из вас прямо сейчас вся мудрость все познание вся глубина все откровения вся широта бога но почему мы соглашаемся на полуфабрикат и не преследуем личное взаимоотношения знаю тихо будет не может сказать аминь скажи ой или ай-яй-яй Потому что это говорит о том, что Богу чего-то недостает. Послушайте внимательно. Некоторые говорят, вот Бог, вот я должен, я должен что-то сделать для Бога. Во-первых, это дает неправильный месседж людям о том, что Бог не всемогущий. Это говорит о том, что если ты это не сделаешь, знаете, как вот есть люди, если я не встану, солнце не встанет, это молитва ходатая, они поднимают солнце, каждое утро. Тяжелая работа, тянуть из баллада этого бегемада. Мы не делаем это, потому что это говорит о том, что Богу чего-то недостает. Это не может быть таким. Мы функционируем Богом. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Мы становимся всего лишь продолжением Его сущности. Мой сын, где бы он ни появлялся, он продолжение своего отца. Кто-то слышит меня? То есть сын не делает для отца, он не делает вместо отца. Он делает с отцом, продолжая работу. Другими словами, он хочет включить тебя в свою работу. Он может и без тебя это сделать. Но он хочет тебя вознаградить и сделать тебя частью семьи. Я уже рассказывал эту историю. Я помню, когда мы делали семейный портрет. И наша мелкая, она была еще мелкая. Кто-то из вас усаживал ребенка для фотографии. О, Боже мой! Умрились все. Фотограф, мама, папа, все остальные братья и сестры. Да когда ты уже улыбнешься? 200 фоток, ни одной нормальной. И я помню, сижу, думаю, фотосессия уже на третий час пошла. Я говорю, Господи, что? Что? И потом Бог мне говорит, вот так и у меня. Пока самый последний велосипедист не покается, говорит, не можем сделать фотку семейную. Да кого-то дойдет, дойдет. Когда пословица, в каждой семье есть футболист. Аллилуйя. И вот мы ждем футболиста. Так и у Бога. Ты часть семьи. И он ждет тебя. Потому что он любит тебя. Не потому, что ты там что-то не сделал или сделал. Потому что ты часть семьи. И без тебя он не хочет двигаться. Вот почему он будет ждать нас и ждать нас. И давать благодать и любить. Потому что ты его сыночек и доченька. И он хочет тебя в своей семье. И поэтому, когда мы двигаемся, мы всего лишь продолжение работы отца. Мы не заменяем его. Мы ничего для Бога не делаем. Это говорит Месси, что как будто Бог сам что-то сделал. Не может. Он может что хочешь, когда хочешь, с кем угодно, когда угодно. Он может нажать кнопку ребут и вообще всю землю заново стартануть. И все. Окей? И даже не напряжется. Что это говорит? Это говорит о том, что, когда он тебя меня призывает, он всего лишь хочет продолжать течь через тебя. И настоящее наслаждение отца, когда сын становится продолжением наследия отца. Вы знаете, я помню один момент, когда сыну было еще 20. Сейчас ему уже почти 26. Он там трехгодичную школу уже в Вифиле закончил, в Калифорнии. То есть он полностью готовый служитель на пастора, окончил с аттестатом. Но тогда еще он был футболист. И я ему спрашиваю, его еще 20 было тогда, 19, но он еще там резался в компьютер, сидел. Я все, что с комнаты его слышал, там. Вот это все, что я с этой комнаты слышал. Родители, кто со мной может согласиться? О, аллилуйя, я не один, Господи Боже. Братья, сестры, хочу вас скоро попустят. Это не вечно. Это все нормально. Продолжайте благословлять и молиться. А я за него молюсь. Каждый раз он по столу там хрюкнул. Он говорит, Господи, благослови его, аллилуйя. Накрой его, аллилуйя. И вы знаете, когда... Я говорю, сынок, ты можешь стать кем хочешь. Я говорю, я буду суппортировать тебя. Потому что я знаю, что позиция служителя, служители знают, это одна из самых нелегких позиций. Потому что тебя, когда все хорошо, ты никому не нужен. Когда все плохо, ты виноват. То есть ты никогда... Это как больница. Ты всегда видишь больных, потому что здоровые туда не ходят. Ладно, это отдельная тема. Мы, пасторы, туда не пойдем. Аллилуйя, не пойдем. Не пойдем. И я всегда думаю, Господи, когда нормальные люди будут, он говорит, а ты избрал быть врачом. Говорит, ты же захотел помогать людям. Говорит, здоровые только получают здоровье, они тебе говорят, сайонара, бабай. И все, и унесла. Ему хорошо. Ты его увидишь, знаешь, когда? Когда ему будет плохо. Вот не видел брата три года. Вот только ты его увидел, это значит, что? Пациент. Пациент! Ну ладно, это отдельная история. И, в общем, мой сын, я говорю, сынок, будь кем хочешь. А он любит животных. Он с ними сюсюкается. Все копии вместе с ним спят. И он любит животных страшных. И здесь, как только он выбирает позицию, пап, я, наверное, буду ветеринаром, у него страшная начинается аллергия. По какой-то причине. Я не знаю. Я не знаю. Какая-то аллергия на животных страшная. У него и чхает, и сопли, и глаза слипаются. Я говорю, о, боже, что это? А моя Света говорит, сынок, ты хочешь быть ветеринаром? А ты знаешь, что ты всю жизнь вот так вот будешь? Тебе туда будут таких заносить собак, животных, котов, змей, всяких попугаям? Ты там умрешь от соплей. И вы знаете, у него пришел момент переосмотра своей позиции. И он потом молился, и, естественно, Бог его накрывает. Я не вмешивался. Сразу скажу, я не вмешивался, потому что я знаю, как тяжело то, что я делаю. И потом он приходит и говорит, пап, ко мне Бог уже очень много говорит. Это при тем, как он пошел, записался и окончил трехгодичную школу. И он говорит, меня Бог призывает быть, как ты. Я такой, вау. Семья, я помню одно, я пережил удовлетворение, которое только отец может пережить, когда понимаешь, что это такое. Когда отец, когда сын входит в работу и наследие отца. Во-первых, он уже не начинает. Папа все начал. Кто-то понимает силу наследия. Семья. Бог мне там открыл несколько тем. Сразу высыпалось из одного вопроса моему сыну. И он говорит, пап, я хочу это делать. Я говорю, ты без шуток? Я говорю, подождем месяц. Он месяц подождал, говорит, пап, это желание еще сильнее. Я не могу. И я потом понял, что с ним говорит Бог. Реально говорит Бог. Я говорю, сынок, я помогу тебе. И я ему сказал, тебе сразу нужно изучить основание, Библию, слово, все. Я говорю, самое лучшее место, где сейчас на данный момент без религии ты можешь это сделать, это Вифиль Калифорния Рейдинг. Ты можешь туда ехать. И он прошел эту школу. И сейчас он является пастором подростков. То есть он с подростками работает. У нас целыми днями эти подростки дома. Он им служит, молится за них, ездит с ними на тренировки, полностью инвестирует свою жизнь. И он наслаждается этим. Семья. Я пережил эйфорию. Почему? Потому что, во-первых, я пережил наследие, благословение, что моя работа не уйдет впустую. Кто-то понимает? Это первое наслаждение. Я говорю, Господи. На кого? На слугу останется мое наследие. Знаешь, и ты такой, я не против передать, но так хотелось бы передать кому-то, кто твой. Аминь? Все мамы и папы, вы это понимаете. Ты в что-то вложил все сердце свое. И эту огромную машину, эти, я имею в виду машину служения, эти здания, эти кемпы, это все работает, все завоевывает души, все приводит к Богу. Я говорю, так хочется кому-то отдать, кто этим будет ценить, кто знает этому цену. И вы знаете, я, и когда мой сын это сделал, я потом понял, какое для нашего небесного Отца наслаждение, когда мы становимся в эту позицию. Когда ты говоришь, папа, я буду делать то, что делал Иисус Христос. Я буду двигаться из наследия Отца. Я избираю прожить жизнь для тебя, Иисус. О, Боже мой. Какая красота. Какая красота. Сколько у нас времени? Мы немножко уже подзатянули, да, я так понял? У нас в 12 было, да? О, у нас в 12. А, левое, все нормально, у нас время есть. Мне аж передернуло. Я думал, мы начали в 11. Хорошо. Что-то получаем себе? Мне хочется говорить с вами о самых ценных вещах. То, что ценно для меня. Для меня не ценна работа, не твое призвание, которое вообще второстепенно, не твои какие-то достижения на поле, на ниве Господней. И вот это, знаете, я помню, мне еще вбили там, а я только снопы, снопы, да, а ты только листья принес. Помните, эти псалмы даже такие пели? А я только листья принес. Я говорю, Господи, я не хочу листья приносить. Я хочу. И, во-первых, все поется из рабства, а не из сыновства. Что бы мой сын делал или не делал, он всегда мой сын. И наши взаимоотношения основаны именно на принадлежности, а не на работе. Почему у нас наши взаимоотношения, наша самооценка, вот честно, задайте себе вопрос, почему наша самооценка зависит от нашего хождения? Я хочу, чтобы ты сейчас освобождение получил. Прямо сейчас получи освобождение. Больше ничего тебя не может отличить от Бога. Что бы ты сделал или не сделал, иди к Нему. Понимай, что Его любовь основывается на взаимоотношениях, а не на твоем поведении, которое Бог меняет, Бог помогает, самое главное, будь с Ним. Когда тебе плохо, ты должен быть с Ним еще больше. Когда падаешь, быстрее, еще быстрее к Нему беги. Ошибаешься, еще быстрее к Нему беги. Семья. У нас все наоборот. О, я не достоин Бога. Чего? Мы придумали себе какого-то Бога, какого-то монстра, который сидит и требует совершенства. И вот, не дай Бог, и вот, как только ты сегодня прожил полдня и не посмотрел какую-то чушь или там не попался, в твой взгляд не попал куда-то в неправильные вещи, ты такой, о, Господи, и ты же все на себя принимаешь. О, какой ты святой. О, как ты сегодня прожил. И потом такой, потом полдня проходит и такой удар, помоль, ляп. И ты лежишь, и у тебя все, самооценка накрылась. О, Господи, проклинаю тот день, когда родила меня мать. Алло! И ты сидишь, я с такой рубаху рвешь, я не достоин тебя. И когда-то Бог постучал, говорит, да никто из вас не достоин меня. Я вас просто избрал, не потому, что вы что-то для меня... Я не избрал вас вот это, знаете, как люди, которые вот что-то работать будут. Раб, 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 работай, раб. Хорошо, Господи, что мне делать, Господи? Раб, работай. Что, Господи, делай что-нибудь. Отчего у тебя будет хорошая самооценка, аллилуйя. Иди, переплюнь вот того пастора, иди. Вот тебе на 20 лет занятия. И такой, аллилуйя, в долги залез, аппаратуру набрал, которую не тянешь, заложил в свой дом, в свою машину. И Бог смотрит и говорит, ну, интересно, мало работаешь, аллилуйя. Еще долг на 100 тысяч, быстро взял, аллилуйя, все для царства. И ты такой, а-а-а-а. Тебе надо спокойно спать зубами к стене. Все, что тебе надо, это папа. И потом, знаешь, я так разборачиваю, смотрю на серый, говорю, как вам тяжело жить. Серьезно. Вы что-то достигаете, куда-то рветесь, что дается отцом сыну, не напрягаясь, потому что он сын. Мой сын, после того, как меня на этой земле не будет, он будет наследовать все, не напрягаясь, только потому, что он сын. Рабы будут сражаться. Они будут, а кому хозяин вот это отдаст? А кто в его завещании вот это получит? А кто машину? А кто дом? А кто поля? А кто осла? Сейчас поднялось очень много пастухов, которые строят свое царство овцами и ресурсами небесного отца и его царства. Они строят ресурсами Бога свой пьедестал. Хотя тебе вообще нужно отпустить. Просто оставить. Жить спокойно. Перестань, перестань напрягаться. Вот серьезно, перестаньте напрягаться. Почему жизнь в напряжении? Потому что мы придумали цели, которые мы не можем прийти и достигнуть. И когда Бог с меня снял все это, он говорит, сынок, сними с себя все. Все, что тебе нужно, это быть со мной. Я говорю, Господь, так это легко. Он говорит, я это и дал вам. А что остальное? А остальное будет дано по твоему возрасту. Ты слышишь меня? Не надо рваться куда-то раньше твоего времени. Дозрел, вот тебе велосипед. Дозрел, вот тебе машина. Дозрел, дальше, дальше и дальше. Кто-то понимает? То есть у Бога все дается по духовному возрасту. Ни к чему не надо рваться. Просто будь с Богом, наслаждайся жизнью. Если Он призвал тебя, благодари Бога за призвание, но это вытекает не из работы, а из любви. Да, я в призвании, но это не первостепенная вещь. Это всего лишь последствия. И даже я говорю вам сейчас о том, что является первостепенным отношением. И если этого не будет, мне вообще это и не интересует даже. О, Господи, пастор, а если у тебя в церкви не будет, я говорю, ты не прикидываешь, какая радость будет. Я говорю, ты не представишь, как возрадуется сердцем, а это у меня столько времени для Иисуса будет. Господи, Боже. Представь, это никуда ездить не надо. О, Господи, аллилуйя. Это не надо, это сейчас, это вам сейчас хорошо. У меня сейчас тут очень нехорошо. У нас сейчас четыре ночи. Ты когда-нибудь просыпался в четыре ночи? Проповедовал? Чего ты ржешь? Вот перед вами стоит человек, который в четыре ночи сейчас проповедует. я хочу в призвание? Не хочешь? Потому что тебе как раз дадут такое призвание, которое сказать, Господи, мы этого не заказывали, а тебя никто не спрашивал, аллилуйя. Ты хотел? Вперед. Ну, перед вами стоит экспонат, который четыре ночи сейчас проповедует, аллилуйя. Потому что за три дня я еще не перестроился, я вам честно говорю. Минимум неделя нужно. И знаете, как интересно? Ты здесь целую неделю, и в последний день конференции ты только перестроился, и тебе назад лететь надо. И потом, ты там как зомби ходишь. Я тебе говорю, вот я домой сейчас прилечу в Светл. Мы с котами будем гулять до четырех ночи, аллилуйя. Единственная тусовка, которая никогда не подводит. И они, кстати, никогда не осуждают, когда я в холодильник в четыре ночи лезу. Они даже говорят, поделись. Поделись колбасой. Ну, смешно. Это моя жизнь. Не успел только перестроиться. И у тебя две недели в космосе. Неделя тут, неделя там. Две недели в космосе. Перестраиваемся. Ну, ничего. Самое главное, достигнута цель. Понимаешь? Что мы являем отца. Мы говорим о взаимоотношениях. Что-то в твоей жизни после этой конференции изменится. Честно. Вот. Я верю. Я верю. Тебя попустит. Тебя просто попустит. И вот на следующий, вот со следующего понедельника, я уверен, даже может быть с сегодняшнего, ты просто скажешь, Бог, так это все, вот это все ты и я. Да, это все. Возлюбите Господа Бога вашего всем сердцем, разумением, крепостью и ближнего, как самого себя. Бам, дам, шарарам, точка. Ничего. Нигде ничего в запевне не написано. И завоюешь луну для Господа и поставишь церковный флаг. И будешь ходить по улицам и кричать о Христе. Некоторые призваны, некоторые, знаете, кто должен ходить по улицам и кричать по Христе? Те, которые по ночам кричат о Христе, те, которые и так орут. Другими словами, ты уже для этого призван, и оно уже в тебе находится. Бог никогда не будет употреблять тебя против твоей функции и против твоего характера, с которым ты рожден. Если бы услышали меня сейчас. Мы с вами создаем инструменты, и мы их используем по назначению. Это когда-то мне пастор, помню, мой сказал, в Печательской церкви, почему ты не проповедуешь Евангелие? А я помню, я не могу проповедовать Евангелие. Я смешу людей. Я в пешеходном переходе, там брат мой, там знаешь, неужели уйдет? Самому всплакнуть их. Кто-то песню вспомнил, а, виллое. Поверь, мы там были тоже. Я помню, мы так орали на пешеходном, мы так орали в пешеходном переходе внизу, все сверху перебегали, чтобы только не заходить туда. Потому что там какие-то баптисты, сумасшедшие, все, кто забирают людей. Все бабушки через дорогу поверху идут. Потому что боятся туда идти. Поверь, мы это проходили при коммунизме, все знаем, все переживали, аллилуйя. Заработали на царство тоже в подземных переходах, аллилуйя. О, Боже, как вспомню, так вздрогну. Ни Бога не знаешь, ни Библии, ничего. Просто пастор сказал идти на Нибу Господню. Вот ты и поперся. Брошюрок наштамповал, гитару расстроенную, и какого-то брата в депрессии взял. И вот ты брошюрки раздаешь, а он, неужели уйдешь? И все бабушки бегут в рассыпную. Они говорят, уйдем, уйдем, аллилуйя. Вот где есть место пошутить. Иногда так не хватает. Постоянно ограничен во времени. Тут уже можно оторваться немножко. Смешно. А правда? У некоторых из вас это аж в молодость сейчас проскочило. Ой, мы там были, братья и сестры, были. Нашим детям даже не понять, что это. Нашим детям даже не представить, что это такое, распугивать бабушек в подземном переходе. Аллилуйя. Смотрите, что Иисус сказал в Матфея 6, 21. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. Вот серьезно, семья. Вот все сейчас сделайте диагноз вашего сердца. Вот мы можем врать везде, мы можем натягивать маски, мы можем делать вид, но мы себя не обманем. И когда мне папа посадил и сказал, сынок, расскажи мне о ценностях и сокровищах твоего сердца может врать все. Сердце врать не может. Оно жаждет то, что является доминирующим элементом твоей любви и твоего фокуса. Я помню, когда, помните тот момент, когда мы повлюблялись в наших девушек, да, в наших жен? О, Боже мой. Я помню, ты и спишь, и бредишь, и эти фотки, ходишь, смотришь, без нее не можешь ни одного дня. Ни одной минуты. Ты там работаешь, работаешь, потом выставлю фотку. А, ля, лоя. И опять работаю. А-а-а. Вот сокровище. А вы знаете, что самое интересное? Иисус хочет иметь такие взаимоотношения с нами. Семья, вот где ты не потеряешь первую свою любовь, когда ты никогда не потеряешь взаимоотношения с Ним. Преследуй Его. Пусть Он будет твоим сокровищем. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Пересмотри сейчас. Действительно, что твое сокровище? Если твое сокровище твоя семья, неправильное сокровище. Семья это хорошо, но сокровищем должен быть только Бог. Если твое сокровище твой бизнес, проблема. Если твое сокровище церковь, мне тебя вообще жаль. Потому что церковь с тебя выжмет все соки, сдернет последнюю капельку и похоронит. И даже спасибо не скажет. Поверьте, я 20 лет пастор, я точно знаю, о чем я говорю. Ты на церковь... А церковь это не служение? Церковь это не служение. Служение, во-первых, это моему Господу. Церковь это всего лишь последствия. Церковь это просто собрались люди, которые того же мнения, той же мечты достигают ту же цель. И никого я не должен за собой тащить. Некоторым пасторам им просто нужно успокоиться. Потому что они всех агитируют, всех мотивируют. А тебе просто нужно сказать, хэй! Всех распугать. И потом сказать, кто такого же мнения, такой же мечты, идем со мной. А всех, кому надо мотивировать, оставить дома. так у меня церковь, три человека будет, три классных человека. Аллилуйя! Я помню, когда-то вообще, я думаю, да что я вас тянуть должен? Да сиди, жуй сено дома. Стоп! С таким духом сюда нельзя. Дайте мне трех огненных. Пастор, мы сделаем все. Дайте мне халива Иисуса Навина. И я потом понял, никого я не хочу откачивать, не хочет идти, я не собираюсь его дергать. Вы знаете, я превратился, я помню, я превратился в тренера. Тренер тренирует тех, у кого есть желание, способность и талант. Тренер не заходит в спальню, не вырывает какого-то огромного парня и говорит, пошли качаться! Он говорит, я уже качаюсь на водяной кровати, аллилуйя! Я уже качаюсь со стороны в сторону, да? Вы никогда не увидите. Тренер, он именно пастух дан, чтобы указать, где вода и где трава. Он не берет морду овцы и не жует траву ее лицом. Ты слышишь меня? А некоторые пасторы, они вот так, они каждую овцу берут за морду и жуют, 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 потом ее в реку, в реку, в реку. Он не только ее однозначные пажите, он эти пажите в ее пасть заталкивает, аллилуйя! Я ж откровение сегодня было! Овца такая, хе-хе-хе! Не идет ничего! И пастор мучается, оставь! Оставь! Вот нашел трех, вот их тренируй, с ними работай! И когда мне пришла такая вещь, а остальные, а остальные пусть дозревают, аллилуйя! Я не их Бог! Че я себя должен вести, как Дух Святой? Наседать над ними! О, аллилуйя! Ты молился сегодня! Не! Ты для них отец сын и Дух Святой! Бог говорит, я тебе не сказал это делать? Иисус шел, и за ним шли. Не наоборот! Не услышали меня. Вы видели, чтобы Иисус за людьми гонялся? Ага, сейчас я вас поймаю! Ну поймаю вас я сейчас! Овцы! Иисус не мог убежать, они все за ним бежали. Вот так пастор должен делать. Пасторам откровение еще. Детки, о, Господи, наконец-то дошло. Да оставь его! Не жует, пусть не жует. А тем, кто жует, помоги, подложи семя, подложи сено, подложи воду. То есть помоги ему! И мы постоянно мотивируем немотивирующиеся, сдвигаем недвижимость. Постоянно проталкиваем непроталкиваемость. И потом, Господи, у меня ничего не получается. Да у тебя бы все получилось, если бы ты развернулся и посвятил свою жизнь тем, кто действительно хочет. Кто действительно рвется. Кто действительно говорит, пастор, я хочу, помоги мне. Активируй, просто тренируй их, благословляй. И я понял одно. Я помню, гонялся, гонялся за овцами, только поперепугал всех. Потом я повернулся и говорю, так, больше я этим не занимаюсь. Вот я вот иду туда, моя мечта, вот это, вот это то, что я хочу делать, спасать людей, души, трансформировать жизни. Кто хочет, пошли. И несколько человек пошло. Вот повернулись и сказали, и мы хотим. Все остальные, ну мы не знаем, вот как узнаете, придете. И все. Я оставил их в покое. Это не мое дело, я не святой дух, человек должен тащить. Все, что пастор делает, он говорит, овцы, они, вот трава. И кто хочет, хавает. Аминь? Ты же не заставляешь, что ты сегодня не ела. И овца такие, о, Господи. Я уверен, что пастор не ходит так, так, овца 377, сколько съели? Сколько покакали? О, тебя раздуло, пукнуть надо. Ты видел, чтобы пастора такими были? Ну да, ты скажешь, да, мой такой. Сегодня какая-то тема странная. Так, назад, назад. Я же вас предупреждал, что у меня функция такая. Если меня вовремя не остановить, у меня обычно жена сидит, она мне так намекает. Андрей, что так на сегодня достаточно? Жены нет, поэтому все получите сегодня. Аллилуйя. Смешно, не смешно. Ты что, берешь для себя? Мы и в шутках преподаем притчи. И все. И Бог просто сейчас, я хочу, чтобы пастора, вы наслаждались своей функцией, а не мучились. Вот не хочет, не тащи. Не ест, не пихай. Работай с теми, кто жаждет, ищет и идет. Ну ты все. И когда, и честно говорят, люди говорят, а что у тебя церковь такая? А что они все горят? Потому что я ни горящих не зову. А что ты с ними делаешь? Я им говорю, вот как загоритесь, так и приходите. Вы можете не гореть дома. Прямая трансляция есть? Есть. Сиди дома. Что ты тут настроение всем портить будешь? О, у меня депрессия. Сиди в депрессии дома. Пастор так не может. Может. Смотрите. Ибо где ваше сокровище? Там и сердце ваше будет. Знаете, как проверить ваше сокровище? Когда вы просыпаетесь и когда вы ложитесь спать, ваше сокровище всегда будет перед вашим просыпанием и перед вашим сном. Серьезно? Все самое дорогое и ценное будет всплывать в самом раннем утре. утром. И самое ценное будет всегда ты будешь засыпать, думая об этом. И когда мне Бог сказал, сынок, что в твоей голове самое ценное? Семья, на данный момент Бог свидетель. Это мой любимый Иисус. Я ничему не дам находиться в моем сознании. Ни жене, ни детям, ни служению, ни призванию, ничему. Мое сокровище это мой Иисус. Я засыпаюсь, целуя и обнимая его. Просыпаясь, говорю, доброе утро, любимый. Ничего нет дороже Иисуса. Ничего не хочу, ничего не интересно. И когда ты отдашь честь Богу, семья, вы будете удивлены, когда Бог начнет отдавать тебе честь. Некоторые люди говорят, о, да я никто. Ты не представляешь, Бог именно возьмет и поднимает. Ты будешь удивлен, что начнет происходить. Что будет с тобой происходить? Что будет вокруг тебя происходить? Когда твое сердце полностью, полностью отдано твоему царю и твоему спасителю. Заметьте, что не сокровище следует за сердцем, а сердце следует за сокровищем. Не сокровище за сердцем, а сердце за сокровищем. Сердце и есть показатель самых ценных вещей в нашей жизни. И вот это и есть показатель. Переосмотрите сейчас ваши сокровища. И если ваши сокровища не Иисус, это время сейчас поговорить об этом и изменить это что является целью большинства христиан давайте пройдемся по списку по которому иисус со мной прошелся когда я еще был молод вы знаете одну вещь у меня много было заморочек одна вещь которая была я говорил правду я говорил правду людям и себе вот просто вот так есть бог говорит вот что в твоем сердце я так и говорил он говорит почему ты хочешь пробуждение я хочу чтобы все по у всех пастров ёкнула и бог говорит теперь ты понимаешь почему я тебе его не даю я рыда из узнаю семья если мы научимся с собой честно разговаривать мы сами увидим свои мотивы и не надо будет никаких глупостей делать мы просто сами себе ответим на вопрос я хочу бизнес потому что я не хочу для бога это ты кричишь господи тебе отдам ты от без десятки десяти но отдать не можешь ты ему с миллиона дашь и держись я знаю маме не будет мало жизнь такая рост служения почему чтобы потому что с этим связан рост твоего имени движение в чудесах почему потому что это дает привилегию людям над теми у кого этого нет а я вообще иисусу пообещал что с этого момента и далее никто не будет знать ни о чем никаких чудеса ничего не будет фототься как раньше ничего не будет выставляться будет выставляться только любовь к иисусу потому что когда ты выставляешь последствия вместо потому что когда первостепенно стоит не отношение последствия ты учишь людей что последствия становятся первостепенными Кто-то слышит? Мы иногда с вами выставляем что-то, а это последствия любви. Люди не поймут подарка своей невесте, когда они не знают взаимоотношений с невестой. Мы выставляем подарок, и люди такие, хри, да что это такое? То есть никто не поймет славу, потому что они не знают процесса и отношений. Вот почему тайное должно быть тайным. Вот почему держи твой интим при себе, свое отношение с Богом. Я понимаю, сейчас тихо будет. Потому что как только что-то произошло, мы хотим это выставить. Как только что-то произошло, мы хотим этим поделиться. А Бог говорит, нет, это для меня и для тебя. Это для невесты и жениха, это для мужа и жены. Это тайное, это сокровенное, не надо это никому выставлять и нигде фотографировать. Ты слышишь меня? Ах, интересно. Некоторые ангелисты хотят не спасения нации, а фотографию с миллионами людей на заднем плане. Потому что это поднимет их статус и влияние. Пророки и провидцы больше хотят точности пророчества и видений, чем помощи тем, кому они пророчествуют. Чтобы все преклонились перед им знанием и близостью с Богом. Семья, я когда начал углубляться в мотивы людей, даже с пророками, с которыми вот за эти многие годы я познакомился, и когда что-то происходит, и я потом вижу, что этот человек больше гоняется за этим видео, чем за тем, что происходит. Я только говорю, этот человек первый и последний раз будет у меня здесь на конференции. Я начинаю видеть мотивы людей. И я вижу, что эти люди преследуют в действительности не Иисуса Христа, а они преследуют какого-то чуда, на котором их имя и статус поднимается. Поклонники желают очередной христианский хит, который даст им популярность, а не поклонение, которое коснется сердца Небесного Отца. Вы заметили? Ой, какая тишина. Сейчас как-то так, как на похоронах стало. Пока что пару минут назад так весело было, Лилой. Поклонники, сколько я знаю людей, которые кряхтят и коптят, изучая правильные аккорды, изучая правильные тональности, чтобы написать очередной хит, чем коснуться сердца Небесного Отца. А Бог, Он поднимает то, что втайне поклоняется Ему. Он поднимает то, что даже подниматься не хочет. Он поднимает на вершину горы то, что действительно несет Его, а не себя. Как интересно. Почему так семья? Почему так все плачевно? Потому что христианство поставило работу для Христа выше взаимоотношений со Христом. Я помню, вот где ты сейчас найдешь действительно конференцию, вот которая просто погружает тебя в Бога и все. В основном это семинары как стать, как паст, как служитель, как пророчествовать, как молиться, как поклоняться. Зачем? Дайте мне Иисуса. Я смотрю на учеников Иисуса Христа, но ничего не было, никаких семинаров. Поймите, я не против семинаров школ. Это нужно, и мы это делаем, мы будем делать. Но это не первостепенная функция церкви. Учить это классно, но учить надо уже имея что-то. Они, которые учат, чтобы на этом что-то сделать. Хотя учить это последствия пройденного пути. Христианство поставило работу выше отношений. Они об этом учат, это продвигают. Именно это вознаграждают. А я хочу видеть семья, а я хочу видеть людей, полностью влюбившись в Иисуса. Я хочу видеть людей, которых поднимает Бог, а не какая-то структура. Я хочу видеть людей, которые, знаете, нечаянно тебе попадаются. Знаете, вот это, мне нечаянно попала твоя проповедь. О, я знаю эти нечаянно. О, я знаю эти нечаянно. Семья, знаете, когда Бог хочет действительно что-то явить? У меня нечаянно в моей ленте появляется что-то и кто-то. Если бы поняли, о чем я говорю. У меня нечаянно появляется песня поклонения, которую я даже не искал. И она накрывает меня на целый месяц. Я не могу выйти из славы. Мне нечаянно попадает тема, которая просто переводит меня вообще на другой уровень отношений с Христом. И я даже не искал. Это Бог использует своих нечаянно. Я хочу быть нечаянно. Ты слышишь меня? Я хочу настолько полюбить Бога, что меня продвигает не человек и не соцсети. Меня продвигает и Иисус Христос. И Он продвигает тебя тихо и нечаянно. И уже тихо и нечаянно вся нация тебя слушает. Ты слышишь меня? Не потому что ты этого хочешь. Ты убегаешь от этого. Тебе это неинтересно. Ты хочешь Его лица. Ты хочешь Его присутствия. Он твой друг. Он твоя драгоценность. Он твоя мечта. Я хочу, чтобы на этой простой конференции Путь Христа, пасторы, дорогая семья, вы просто все успокоились. Вернулись в истоки начала пути Христа. Вернулись. Помните, что Иисус сказал церкви в откровении? Ты достиг все, но потерял самое главное. Семья. Кто-то слышит, о чем я говорю? Можно приобрести все. И там Иисус перечисляет. Ты достиг и то, и прошел, и сделал, и сдал экзамены. Но имею против тебя, потому что ты потерял свою самую сокровенную первую любовь. Верни ее. Вернись, откуда ты упал. Иначе сдвину все твое служение. Итак, что для Иисуса ценное? Вы мне ответьте. О, для Него ценное взаимоотношение, для Него ценная любовь. Его не интересует наш вот этот пафос весь. А сколько у тебя людей? А сколько у тебя просмотров? А сколько тебя знают? А сколько, о, да, о, е? Это мы тут кичимся этим. А Бог говорит, кто обо мне говорит? Кто несет мое сердце? Кто? Кто после проповедей и отношений с этим человеком идет глубже к отцу, а не на его ютуб-канал просматривать и подсаживаться на человека? Семья, я мечтаю, чтобы все, что делает центр трансформации, не подсаживало тебя на центр, а вело тебя в твою тайную комнату. Вело тебя к твоему Богу. Вело тебя на твои глубины личные. Вот это моя мечта. А не становиться опять чьей-то, знаете, пробкой, прокладкой, которая просто на тебя питает. Это не есть наша мечта, это не есть наша цель. Наша цель не вести тебя. Наша цель идти вместе. Идти вместе к небесному Отцу. Семья, большинство даже не понимают, какое сокровище кроется в каждом из нас. Оно открывается Духом Бога в присутствии Бога. Как вам объяснить? Я активирован, смотрите, то есть некоторые говорят, у меня нет таланта. Вы не представляете. Богу, как я вчера сказал, что Богу не надо твой какой-то особый талант или то, что ценят люди. Вот у тебя проща есть, проща и даст. Вот у тебя сухой, вот эта палка есть, вот эта пастушья палка есть, вот этого и хватит. У тебя, Иосиф, толкования снов будет достаточно, чтобы войти во дворец и встать на самое первое место. Семья, поймите, что в тебя перестаньте рваться, чтобы что-то достичь. У вас все есть, но оно активируется атмосферой и присутствием Бога. Все, что мне нужно. Дорогие мои, семечко, в нем не просто дерево, в семечке целый лес. Но семечко, вот это маленькое, вот это семя, вот эту шишку, как угодно назвать, ее нужно посадить в правильную почву, не так ли? Каждый из нас рожден уже определенным семенем, и не просто в тебе внутри дерево и какие-то плоды, в тебе целый лес, в тебе огромные, в тебе нации. Но тебя нужно поместить в правильную атмосферу, как и любое семя, нужно поместить в правильную атмосферу, и только тогда оно дает правильный плод. Мы с вами так на подоконнике в христианской церкви проваляемся. Просто всегда кричаю, у меня потенциал, конечно, у тебя потенциал, а когда потенциал начнет двигаться? Ну, когда-нибудь, Господи. Что мне делать? Входи в славу, входи в присутствие. Когда Дух Святой приходит, адресуй вещи, которые в твоем сердце. Проси прощения, проси его корректировки, проси его видеть, наблюдать твое сердце и исправлять твое сердце. Иди к нему, иди к нему, иди к нему, до тех пор, пока это станет жизнью твоей, силой твоей, любовью твоей, пищей твоей. Когда без этого ты больше жить не сможешь. Семья, некоторые люди говорят, пастор, я не знаю, как вот заставить себя молиться, я говорю, как ты далеко от Павла. Я говорю, я даже не знаю, что такое не молиться. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я не знаю, что такое не молиться. Бог становится твоей вселенной. У некоторых со своим домашним животным больше взаимоотношений и времени, чем с Богом. Смешно, но это правда. Ты больше сейчас думаешь, на кого ты пса оставил. В каком состоянии отношения с Иисусом? И еще там, знаете, конечно, люди хотят видеть видимое. Люди ценят видимое. Люди вознаграждают видимое. Люди преследуют видимое. А потом еще тебе говорят, а какого толку с твоего общения с Богом, которого никто не видит и не знает, а значит вознаградить и не может. А у поклонников Бога единственный источник вознаграждения – это Небесный Отец. Семья, самое огромное удовлетворение мы все должны получать, когда мы входим в славу Отца. И вот этот поток Его любви и взаимоотношений, славы и взаимоотношений – это и есть мое вознаграждение. Семья, можете представить? Люди всю жизнь ищут цели и вознаграждения, а цели и вознаграждения находятся перед тобой всю твою жизнь. И ты из этого будешь черпать все. Ты из этого будешь получать свое вознаграждение. Почему люди минуют Иисуса? Потому что они хотят получить вознаграждение в душе. Кто-то понимает, да? В душевное чувство. А Бог – Он Дух, и Он вознаграждает тебя духовно. Это совершенно другая сфера. Это совершенно… Опять, это другая тема, мы сегодня этого не коснемся. От Матфея 6, 6 глава, 5 стиха. И когда молишься, не уподобляйся лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на улицах улиц, и молиться на показ перед людьми. Истинно говорю вам, им уже дана награда полная. Ты же, когда молишься, скройся в задней комнате и, закрыв плотно дверь, молись отцу своему, тайному, и отец твой, видящий тайное, вознаградит тебя явно. Кто-то понимает, семья? Семья, послушайте, это говорил Иисус. А я хочу слушать и поступать, как говорил Иисус. Я не хочу читать Библию поверхностно. Для меня это указание для жизни. Я еще раз говорю, семья, давайте перечитаем Библию обновленным умом, пожалуйста. Потому что Библия это не буква, Библия это дух. На каком бы ты уровне ни был, Библия всегда выше твоего уровня и всегда будет учить тебя. Поймите, это не книжка, которую ты изучил. Это не буквы. Там жизнь и дух. А это значит, Библия всегда будет на шаг впереди меня и тебя. Всегда. И всякий раз, когда на каком бы уровне ни был, я открываю Библию и начинаю перечитывать целые книги, места. Я опять взрываюсь от откровений глубин, которые там. Поймите, семья, слово, в нем дух, там жизнь. И честно сказать, мне в последнее время стало аж интересно делать все тайно, ничего, чтобы никто не видел и не слышал. У меня как хобби появилось. Помогать людям, чтобы никто этого не видел. Благословлять, чтобы никто этого не видел. Семья, я вам честно говорю, вы просто займите вот эту привычку, чтобы никто не видел и не слышал. В наше время сейчас кормим голодных, аллилуйя, аллилуйя, улыбайся голодный. Они прямо все, аллилуйя, слава Господу. Иисус сказал, это не делать, что ты делаешь? А у нас целые соцсети, блоги. У него батарейка села, все, голодных сегодня не кормим. Смешно, а правда же. Ну правда же. Во время Иисуса не было ни блогов, ни видеофильмов, ни ничего. Ни каких соцсетей. В наше время, Боже мой, все на показуху, все на показуху. Я говорю, Господи, есть ли что-то настоящее, пожалуйста. Есть ли действительно что-то настоящее? Есть ли ищущие тебя не на показуху? Есть ли преследующие тебя из-за ненормальной любви к тебе? Или опять все на показуху? Опять в нем просыпается ревностный дух, как только микрофон в его руку попадает. А когда микрофона нет, да пошел ты отсюда. О, Господи, слава тебе, драгоценный Иисус. Мы поклоняемся твоему дивному имени. Как только микрофон попадает, человек рождается свыше, аллилуйя. И у него такое становится, весь богодухновенный и святой. Как только микрофона нет, я вам это творить, что хочешь. Как тяжело. Буду закругляться, буду закругляться. У меня еще второе служение сегодня. Мне надо отдохнуть. Ой, семья, поймите, не так важно, что ты делаешь для царства, как то, почему ты это делаешь. Вот честно, я заметил одно, когда я помню, был еще молод, как только Бог мне сказал перестать делать все на показуху, жертвовать и делать все для Него. Я помню эффект, первый, который у меня произошел. Буду еще молодым христианином, я перехотел делать все. Когда мне Бог сказал, с этого момента, вот благословляешь, позаботься о том, чтобы никто об этом не знал. И предупреди человека, чтобы он никому об этом не сказал. Я такой, аж интерес пропал тебе в жертву. Бог говорит, потому что все, что ты делаешь, движимо неправильным мотивом себе. Когда ты молишься. Ну действительно, кто по-настоящему молится? Действительно, я знаю, здесь есть люди, я знаю, кто по-настоящему молится. Твоя молитва публично отличается от твоей тайной молитвы? А как она отличается? Все, что мы делаем, семья, должно являться абсолютным последствием, а не целью. Даже эта проповедь, это продукт моих взаимоотношений с Богом и все семья. Я просто вам рассказываю о своей жизни. И мне хочется поднять настоящее поколение, преследующее сердце Отца. Вот ничего. Вот я получаю мое удовлетворение, ни из чего видимое. Я получаю мое самое огромное удовлетворение, когда меня никто не видит и не слышит. Вот это настоящее удовлетворение. Когда я закрыт с Ним, и там черпаю для себя жизнь. Там питаюсь настоящей жизнью. Провожу время с Ним. Говорю вещи, которые я не могу публично говорить. Мою любовь изливаю так, как я не могу публично в микрофон излить. Потому что это очень тайно, очень интимно, очень близко к Иисусу Христу. Итак, давайте сегодня задумаемся, вот почему мы делаем все. И если действительно, кто из нас, когда войдет в настоящее сыновство, кто из нас по-настоящему захочет делать? Вы знаете, у нас в церкви аж смешно. Это если вы приедете, вы удивитесь. Никто микрофон не хочет вообще. Вот говорю, кто будет молиться? О, пастор, можно я в следующий раз? Потому что все поняли, что не эта ценность. Все поняли, что ценность где-то там тайны. Вы знаете, почему в церквях дерутся за сцены микрофоны, гитары и клавиши? Потому что в церкви развиваются и поднимаются неправильные ценности. О, скажи, ауч. Ауч. Ау. А значит, это проблема пасторов. Когда они увидят тебя, преследующим Бога, и тебе все равно на вот эту вот штуку, ты увидишь, ты начнешь порождать поколение, преследующее сердце Бога. Им все равно будет. И на сцене окажутся те, не кто хотят, а кто призваны. И ты будешь удивляться, что начнет течь отсюда. Потому что теперь сюда не гробачи и хапачи заскакивают, а те, кто действительно призван Богом, потому что Бог им сказал там быть. А когда Бог сказал там быть, оттуда течет с неба. Они из своего энтузиазма. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, мне тяжело слушать тех, кто хотят быть на сцене. Потому что в основном ты слышишь не славу, а энтузиазм. Ой, ну ауч. Ауч. И ты хочешь, чтобы тебя накрыло. А ты там слышишь, как эта сестра. Дай мне Бога, я не хочу вой этот слушать. Кто-то понимает, о чем речь это? Она наконец-то вырвалась. Она готовилась весь месяц. Стояла перед зеркалом. Как она будет выглядеть, как ангел. Аллилуйя. Как споет. Я не хочу видеть тебя. Я хочу видеть Бога через тебя. Я не хочу видеть твой талант. Я хочу видеть Его славу, протекающую твой талант. И Его слава должна быть тяжелее и весомее, чем твой талант. Тут в одной проповеди уже, наверное, конференция целая. Бог мой. Ох, тебе перемотать ее придется. Мне самому придется перемотать. Столько настрелял. Попроси Духа Святого вскрыть настоящий мотив твоего сердца, который чаще всего скрывается даже от тебя самого. Мне нужно было действительно, потому что я научился врать себе для Господа. А Бог говорит, а если выключу микрофон? Для Господа, а если заберу здание? И Бог мне, знаете, Он мне продолжает говорить, а я все для Господа. И дошло до того, что у меня просто потом все... А зачем оно вообще? Кому оно надо? Что я буду делать? Ну, никто же меня не слышит и не видит. Что мне делать вообще? Бог говорит, а раз ты делаешь для того, чтобы тебя слышали и видели? Разве ты поклоняешься для людей? Разве ты говоришь какие-то вещи, чтобы поднять себя, а не поделиться частью сердца Отца? Для чего ты это все делаешь? Почему ты все это преследуешь? О, семья, сейчас время вернуться в истоки. Сейчас время возвратить свою первую любовь, вернуть страсть к Иисусу. Опять возобновить свою тайную комнату. Мы ее никогда не перерастем, семья. Иисус, это правило. Войди, закройся и помолись Отцу, который в тайне. Открой Ему свое сердце. Излей Ему свои нужды. Излей Ему свою любовь. И ты увидишь, что Отец начал делать. Вот почему царь не может течь через своих детей, через сыновей, дочерей. Потому что всякий раз, когда он это делает, твое эго раздувается и становится больше. И он не получает славу. Получаешь славу ты. И вы знаете, вот честно, действительно, сколько из нас все будут делать, чтобы вся слава принадлежала Иисусу. Вот действительно, сколько людей умерли для себя настолько, что они ничего не хотят видеть, кроме того, чтобы прославился Небесный Папа. Я помню тот момент, я все равно себе кусочек пирога хочу отрезать. Ну, 90% Бога, ну, 10% мне тоже. Я что же, кайфануть хочу. И вы знаете, я Бог сказал, я славы моей не дам никому. Но помните, что он другое сказал? Он говорит, славы моей не дам. Это значит, нам слава, мы не имеем права приказаться к славе. Но прославляющих меня, я прославлю. Вы чувствуете, что здесь? Здесь глубина семья. Другими словами, кто хочет прикоснуться, запрещено. Но тот, кто начнет поклоняться мне, я сам его прославлю. Я сам укажу на него, на нее. Я сам укажу на эту песню. Иногда мы с вами смотрим, смотрим, и потом мы смотрим, бах, кто-то поднимается. Вы заметили, в теле Христа? Вот не было, не было, и тут какая-то песня выскакивает, и она начинается у тех, у тех, в машинах, на радио, на день. И я такой, вау, что это? Это папа поднимает свою дочь, или своего сына. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он вот так. А эта песня вообще была написана где-то там, знаете, в соплях, в слезах, в поклонении Богу. И людям было плевать, слышат меня или не слышат. И кто-то там записал эту песню, говорит, вот это что это? Вот так отец двигается в семье. Он хочет, он хочет прославить тебя. Но из-за того, что мы хотим делить с ним славу, мы всю жизнь и остаемся движущимся из своих талантов. А он говорит, когда я двигаюсь, да, то талант уже не важен. Слава перекрывает все таланты. Вы заметили, когда приходит слава в зал, ты даже не замечаешь, если кто-то не ту ноту сыграл. Вы заметили это? Но вы заметили, когда славы нет, ты слышишь все. Ух, кто-то, уу, левит. А, уу, потому что славы нет, и ты видишь только талант человека. Вот почему мне нужен Бог, потому что я слишком непрофессионален, чтобы двигаться без Бога. Мне нужно Его много славы, чтобы перекрыть все мои косяки. Поэтому я без Него жить не могу, потому что у меня ничего без Него нет. И я полностью надеюсь на Него. И это хорошо. Ой, хорошо. Смотрите, что пишет Павел. Я буду на этом заканчивать. Я могу еще говорить. Филиппийцам 3, 7. Смотрите, что говорит Павел. И это он говорит уже, знаете, будучи уже очень в зрелом возрасте, прошедший долгий путь. Смотрите, что он здесь говорит и пишет филиппийцам. И все же то, что было для меня благоприобретением, я считаю потерей благодаря Христу. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Христа Иисуса, Господа моего. Ради Него я отрекся от всего, что считаю и считаю ненужным мусором, дабы приобрести Христа. Можете себе представить, апостол, за которым двигались чудеса, знамения, за которые написал 2 трети Евангелия, Нового Завета, этот человек пишет, ничего не стоит по сравнению с преследованием Иисуса Христа. Если это пишут эти генералы, я хочу это делать. Я хочу это преследовать. Я хочу понять, где настоящая суть христианства, семья. И вот эта сила. Поверьте, дорогие, если и когда Иисус действительно станет нашим другом, нам кроме Него никого и ничего не будет нужно. Все вокруг потеряет нас интерес и силу. Самое интересное, ты не будешь напрягаться, ты не будешь мучиться, ты просто каждый день будешь искать свое сокровище, потому что именно там будет пребывать твое сердце. А твое сердце всегда будет тянуть тебя к твоему сокровищу. Всегда. И вот еще раз, дорогие, где твое сокровище? И если оно не там, все вы помните эту первую любовь. Кто-то в ней живет. Слава тебе, Иисус. Я благодарен Богу, что ты пронес твою первую любовь. Но кто-то из вас ее потерял. Я прошу вас, дорогие, оставьте все и начните назад преследовать Бога. Некоторые люди говорят, так у меня все рушится. Оно и рушится, потому что ты перестал ставить Бога на первое место. Вот поэтому ничего и не клеится, потому что, во-первых, должен быть Он. Во-первых, фундамент в нем, любовь к нему. И ты увидишь, как все начнет складываться. Вы будете удивлены, как дивно твои пути будут выкладываться Богом. Как будет все выстраиваться красиво, мудро. Почему? Потому что ты отдаешь приоритет Творцу Вселенной. Ты отдаешь честь Царю Царей. Твое сердце преклоняется перед Ним. И не просто он у тебя, как запаска в багажнике, когда плохо. Когда колесо пробили, ну ладно уже, Господь, подвези меня. Мы с вами действительно отдаем Ему честь и приоритет. Амин. Вы взяли что-то для себя? Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, родные. Немножко музыки. Можно? Чуть-чуть атмосферку сделайте. Семья, я просто прошу вас, прямо сейчас, вот то, что я говорил, просто адресуйте это вместе с Богом. Обратитесь к Богу и скажи, Папа, если в моем сердце не является ценностью Ты, я прошу Тебя, помоги мне это приобрести назад, вернуться назад к этому сокровищу, вернуться назад к этой любви. Я прошу Тебя, прости меня, потому что я заигрался, я засуетился в этом мире. Я начал преследовать совершенно другое. Я сын и мое сокровище в отце. Я невеста и мое сокровище в моем женихе. Мне ничего не нужно. Все, что мне нужно, уже находится у меня. А по возрасту Бог даст, что нужно, и когда нужно, и где нужно. Я никуда не рвусь, я рвусь только в одно. Я рвусь в тайную комнату. Я рвусь быть с Ним. Я хочу быть с Ним. Аллилуйя. Папа, спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Пусть сейчас это будет такая тайная, сокровенная молитва просто если нужно попросить прощение попросил его прощения скажи папочка я прошу тебя прощения что я просто сбился с пути я просто засуетился я я потерял потерял эту тропинку дорогу я прошу тебя верни меня на этот путь верни меня на путь любви взаимоотношений с этого дня я преследую тебя с этого дня ты мое сокровище ты моя награда ты моя цель ты моя мечта я живу тобой дышу тобой я мечтаю о тебе я хочу быть с тобой о спасибо любимый спасибо любимый спасибо любимый спасибо драгоценный спасибо родной ты ценность моя ты сокровище я верю в этом зале поднимутся давиды в этом зале поднимутся эти и сфере бог я верю поднимутся эти люди которые преследуют бога я знаю что тебе не нужно элита ты всегда находился среди простых людей среди простых мужчин и женщин ты всегда преследовала сердце ты всегда преследовал отношения о иисус веди нас дальше веди нас глубже мы преследуем твои сердца мы преследуем твое сердце мы преследуем твое сердце просто признавайся ему в любви благодари его благословляй имя его о некоторые потеряли любовь как приобрести назад любовь начинать проводить с ним время начинать инвестировать слова в славу в молитву и ты увидишь как твоя душа опять привяжется к твоему богу не только твой дух твоя душа привяжется к богу и ты будешь воспевать о нем ты будешь с раннего утра вспоминать его и благословлять его твой день будет выстраиваться духом святым ты будешь победителем ты будешь победителем ты не будешь хвостом ты будешь головой ты не будешь выживать ты будешь доминировать жить и процветать Потому что твой Бог, твой фокус Потому что твой Бог, твой приоритет Потому что с раннего утра до позднего вечера Ты воздаешь Ему славу, ты поклоняешься Ему Он не просто для галочки Он твое дыхание, Он твоя жизнь, Он твоя мечта Спасибо тебе, Папа Спасибо, Иисус Спасибо, Иисус Спасибо, Иисус